Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Доброе утро Доброе утро, Олег, действительно, мы вас ждали, спасибо, что пришли Давайте, наверное, начнем с чемпионата мира по легкой атлетике, который стартует в эту пятницу, да, уже? Да, на этой неделе стартует чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне И этот турнир, ну, не очень приятная атмосфера для нас Потому что впервые в истории мирового спорта вообще Крупная спортивная держава будет выступать не под своим собственным флагом, а под нейтральным Это связано с дисквалификацией нашей Российской Федерации легкой атлетики Из-за допинговых проблем И мы не смогли пока с этим ничего сделать Наши чиновники, наши руководители И пока нашим спортсменам запрещено все Даже петь гимн в гостинице, где они живут Не говоря про то, что там нельзя надеть резиночку какую-то с цветами триколора и так далее То есть они не должны никак подавать виду, что относятся к России Ну, а вот как вообще такие санкции могут сказаться на боевом духе? Ну, может быть, обратная реакция То есть, наоборот, будут злые наши спортсмены Все же знают, что эти люди из России Там едут туда люди-чемпионы мира Даже там люди, которые выигрывали очень большие и высокие турниры И, в принципе, большинство из них известные спортсмены Всего 19 спортсменов из России там будут Но они нейтралы Олег, давайте вот в порядку все-таки Я уверен, есть люди, которые просто не до конца понимают Что такое выступать под нейтральным флагом? Вы вот чуть-чуть рассказали вначале, но все-таки подробнее Конкретно это как значит? Это значит, что спортсмен выходит Его не представляют как россиянина Спортсмена никак нету никаких опознавательных знаков Что он представляет сборную России И когда, если он выигрывает То не звучит российский гимн И не поднимается российский флаг Поднимается флаг Международной Федерации Легкой Атлетики Но это же получается чисто номинальная штука все равно Потому что все знают Условно говоря, Иван Петров, понятно, что не китаец А если спортсмен с именем А там практически все такие Но все знают, откуда он приехал на самом деле Ну да, безусловно Я сомневаюсь, что кто-нибудь не знает, кто такой Сергей Шабенков Или Марины Лосицкени То есть это чемпионы мира действующие А есть ли вообще, допустим, гипотетический случай взять и отказаться? Ну просто не поедем и все Ну столько тренировок, ну как-то что? Люди тренировались, они к этому шли так долго Но это не спортивный подход Не, но были такие дискуссии Больше того были люди, которые призывали спортсменов отказаться выступать Потому что ситуация такая, что их финансирует государство Фактически они тренируются на деньги государства И тут вроде как они не представляют это государство Наши руководители, вплоть до президента России Сказали о том, что мы не имеем возражений Но государство не имеет возражений Что мы признаем, что судьбы спортсменов Спортивный век короток Может быть это последний чемпионат в его карьере Друзья, Олег Шманаев у нас в гостях Мы скоро к вам вернемся Друзья, стране о спорте прямо сейчас И у нас в гостях Олег Шманаев Шеф-редактор отдела спорта газеты «Спортэкспресс» Олег, ну мы вот начали по поводу предстоящего чемпионата мира по легкой атлетике Которая в пятницу уже в эту стартует И мы не договорили еще о том, что это действительно уникальный случай Которого еще не было не только в нашей стране, а вообще в мире Если это касается большой спортивной державы, то первой То есть были инциденты, когда на Олимпиаде выступали под флагом МОК страны Но вот на большом соревновании большая спортивная держава впервые К сожалению Ну вот тем не менее, давайте какой-то прогноз сделаем Сделаем чего ждать от наших спортсменов, как они вот сейчас себя победут и покажут Ну я очень надеюсь, что будут победы В частности, Мария Лосицкени прыгунья в высоту Это лидер мирового сезона Она выиграла несметное количество соревнований подряд И в принципе, ну мы от нее ждем точно золотой медали Сергей Шабенков тоже с хорошим настроением туда едет с боевым Я надеюсь, что будет несколько медалей хотя бы Хотя 19 человек в прошлые лучшие годы там по 50 человек возили туда То есть у нас очень маленькая делегация Слушайте, а вот еще такой вопрос Я как человек, который не очень хорошо разбирается в спорте Но мне так хочется поддержать наших спортсменов Допустим, нельзя исполнять гимн, нельзя на резиночку, флаги, ничего А если вдруг болельщики встанут и запоют гимн, размахивая флагами Дисквалифицирует нашу А вот, кстати, будет ли какой-то штраф или еще что-то? Нет, болельщикам можно То есть это ограничение накладывается только на спортсменов Вот! У нас даже было предложение такое, чтобы, может быть, экипировать журналистов Которые туда поедут, да, специально в какую-то российскую форму, да Потому что если будет в миг-зоне стоять, допустим, лосискени Окруженные журналистами с надписью «Россия», ну всем будет понятно, что это такое Ну не знаю, правда, чем это все закончилось Но мы надеемся, что и болельщики, и журналисты, и все, кто там будет Как-то помогут нашим спортсменам в этом плане И это официально не будет нарушением все Это касается еще раз только спортсменов Если спортсмен подойдет и как-то обнимет этого человека, то тоже могут быть какие-то истории В общем, ребят, как-то надо помочь Флэш-моб, давайте забабахаем Все, кто отправляется, давайте по форме с флагами, с песней Слушай, ну по поводу спортсменов, я тоже невеликий прогнозист Ну мне кажется, просто по-человечески спортсмены Это люди, которые обладают совершенно стальным характером Учитывая, сколько у них побед позади уже, да Мне кажется, они будут рвать и метать в таком правильном смысле этого слова Потому что такая здоровая злость, да, которая, конечно, должна просто обязательно к победе привести Иначе... Ну мы надеемся, да Там есть люди, которые очень многое пережили в своей карьере И многого добились Да И они умеют переносить и умеют собираться Мы надеемся, что будут какие-то победы и медали точно Ну в общем, друзья, как бы не складываются обстоятельства, они уже сложились определенным образом Конечно, мы будем болеть за наших, а как иначе? Да, ну а в ближайшее время мы поговорим о самых крупных допинговых скандалах, которые вообще были в истории спорта И о интересных отпадках, которые, знаете ли, даже прокатывали временами Прокатывали Друзья, прямо сейчас напомним, что у нас гостяк Олег Шуманаев, шеф-редактор отдела спорта газеты «Спортэкспресс» У нас удивительный сегодня, волшебный, совершенно интересный разговор о допинговых делах всяких Мы продолжим очень скоро и к вам вернемся через несколько минут Друзья, ну еще раз напомним, телерадиоканал «Страна ФМ» и издательский дом «Спортэкспресс» Представляет совместный проект «Стране о спорте» Этот проект, собственно, прямо сейчас продолжается у нас на «Стране ФМ» С 10 до 11 у нас в гостях шеф-редактор отдела спорта газеты «Спортэкспресс» Олег Шуманаев Мы по-прежнему вместе еще раз здрасте Слушайте, ну и вне эфира мы разболтались, да, по поводу Марии Шараповой Что в прошлом году был у нее тоже допинговый скандал Не проверила она, ну, письмо пришло, нужно было перейти по ссылке, проанализировать все препараты Она говорит, ну, я девушка в конце концов, я как-то подумала, что все то же самое И в результате была у нее годовая дисквалификация, которая, к счастью, подошла к концу Да, была дисквалификация на 15 месяцев Сейчас Мария возобновляет карьеру Сегодня провела буквально ночью первый матч, у нее была травма Она вернулась, просто начала очень интенсивно играть И не выдержала у нее нога, была травма Вот она два месяца не играла и сегодня провела первый матч Слава Богу, выиграла Надеемся, что будет выигрывать дальше И вообще, мне кажется, что после дисквалификации сделала Марию, что ли, более человечной То есть у нее стервозненка какая-то такая появилась в характере То есть мне нравится Будем надеяться Олег, ну вот Валерия сказала, что Машу не заметила Но, наверное, все-таки, если говорить так вот конкретнее Не она сама, наверное, да, у нее же есть огромное количество людей Потом есть вот тот самый главный человек, который ведет, как вы говорили, с детства, да И который уж в этих делах разбирается там на тысячу процентов Да, у нее есть команда, безусловно Но, видимо, это просчет штаба В частности, ее агента Эзербада Который действительно ведет ее с детства То есть он, не знаю, экономил или что он хотел этим сказать Но это персональная его ответственность Он признал свою ошибку, но Мария его не уволивала Продолжать с ним работать дальше А вот реально самому спортсмену, действительно, который все свое время отдает тренировкам Тренируется, тренируется, разбираться еще в таких нюансах Потому что, ну, я так понимаю, что список там огромнейший Это нужно в химии разбираться, чтобы все это знать Ну, в данном случае надо было просто почитать название препарата И увидеть на упаковке, которую принимает Мария Она с детства, так понял, принимала этот препарат Ну и да, недооценили уровень опасности В теннисе достаточно либеральное раньше было в отношении к допингу И вот я считаю, что одно из самых жестких наказаний вообще в истории тенниса Олег, у нас буквально 30 секундчиков Я хотел спросить еще А вот все-таки, ну, чтобы все слушатели и зрители знали А, ну, есть какие-то стандарты Да, вот сам спортсмен, он обязан по какому-то там вот принципу, по уставу, по какому-то специальному Разбираться в том, что в его организме находится Или этим занимаются отдельные специальные люди Ну, это на смотрение спортсмен Он может нанять каких-то специалистов Или сам разбираться Но в любом случае отвечает персонально спортсмену В случае возникновения проблемы Кто бы не сделал ошибку, потом все валится все равно на того самого человека Я вот все-таки думаю, что почему же они Вот она так искренне покаялась Так нормально все объяснила на пальцах Почему они не приняли ее точку зрения и не простили ее Друзья, антидопинговую тему Или допинговую тему мы продолжим совсем скоро Буквально через несколько минут В стране о спорте Лайф И мы продолжаем нашу спортивную рубрику Лайф У нас в гостях Олег Шимонаев Шеф-редактор отдела спорта газеты «Спортэкспресс» Еще раз доброе утро Доброе утро У нас сегодня наигорячейшая тема практически Да, мы еще главное думали Как же будет тема развиваться? Тема развивается Да прекрасно развивается Так много есть, что сказать и что спросить И есть, о чем спросить Олег, смотрите Ну, в последнее время, да, факт, который знают даже все Кто не связан со спортом и уж с допингом Тем более, как-то на нас последние вот годы свалилось Просто половина какая-то пошла Понятно, что дыма без огня не бывает с одной стороны С другой стороны, не кажется ли вам, что, ну, мягко говоря, пошел такой какой-то адский перебор совершенно со всеми этими делами? Ну, безусловно, есть разные там факторы Наверное, что-то было Я уверен, что если провести расследование в отношении любой страны Стоимость это несколько миллионов долларов, которые провели против нас Там всплывут такие факты, что всех нас волосы станут дыбом Да, безусловно, что-то накопали Часть из этого, мне кажется, какими-то шпионскими детективами Там совершенно невероятными вещами Там дырки в стене, которые сверлили там агенты КГБ Ну, это вот пробирочная история с олимпийской сборной Да, там царапали какие-то пробирки, чтобы поменять биопробы Ну и так далее, там убивали неугодных людей и так далее То есть, ну, это какая-то совершенно нечая фантастика, на мой взгляд Мне кажется, тянет такой, ну, хороший, крепкий сценарий Голливудский, да, да Да не только голливудский, неважно, может быть, индийский фильм Мы про себя похожи, что снимать будем? Нет, мы знаем Индийский, надо там песенок несколько спеть Я боюсь, что нас с песенками про допинг пока напряжены Ну, то есть, смотрите, по факту получается, что все равно, как ни крути, да, отношение ко всем работам Мы же вот говорили тоже за эфиром о том, норвежский биатлонист, да? Проблемы с дыхалкой, да, у них там были, они принимаются? Нет, есть целая группа норвежских биатлонистов, которые на законном основании принимают препараты от астмы И не только норвежских, но в основном норвежцы этим грешат Они говорят, что у них очень холодный климат, они не могут тренироваться, у них уменьшается объем легких И для этого нужно применять там специальные ингаляторы, чтобы не умереть Это они нам про холодный климат делают Расскажите, это сборная Олимпийской Зимбабвы, например, может быть, они и поверят А у нас, у которых зима там практически Минус 60 бывает в некоторых городах и регионах, ничего? Да, может быть, это в каких-то одиничных случаях и нужно было Но у них прямо это на поток поставлено, это все знают и пытаются бороться Но, к сожалению, продолжают разрешать норвежцам применять всякие гадости Олег, а как вы считаете, вот все-таки у нас буквально 20 секунд, кратенько, в процентном соотношении вот все-таки порция политики во всем этом деле, это сколько от 100? Ну, я думаю, что процентов 70 точно есть Это как минимум, мне кажется Да, да, много, к сожалению, много Эх, как жаль, что все-таки страдает от этого спортсмена, который трудом и потом добивали всех своих успехов Друзья, мы продолжим наши антидопинговые или допинговые, нет, антидопинговые, лучше все-таки беседу Лучше антидопинговые Запрещено, давайте будем соблюдать закон У нас в гостях шеф-редактор отдела спортгазет «Спортэкспресс» Олег Шаманаев Через несколько минут к вам вернемся, друзья Впереди у нас прекрасная музыка, как и всегда на стороне FM Да Дождитесь Друзья, у нас никаких капризов абсолютно нет и понятно, по какой причине Потому что у нас спорт, серьезный профессор Все строго, да, и четко Итак, еще раз напомним, телерадиоканал «Страна.ФМ» Издательский дом «Спортэкспресс» представляет совместный проект «Страна.Стране о спорте» У нас в гостях шеф-редактор отдела спортгазет «Спортэкспресс» Олег Шаманаев Продолжаем наши антидопинговые беседы Мне кажется, мы к самому интересному подбираемся Вот если их не растрогала речь наша Мария Шарапова и с искренними глазами Говорила, ну вот так, ну житейская ситуация То давайте-ка приведем примеры, что их впечатлило Кто смог, так сказать, отбрехаться? Ну, употребил допинг и смог доказать, что он нечаянный Ну, за много лет скопилась куча разных потрясающих признаний Как допинг попал в организм спортсменов Ну, в последний случай американский бегун сумел оправдаться Потому что доказал, что допинг попал в организм в результате поцелуя страстного Его девушка принимала какие-то таблетки, которые в Индии купила зачем-то И он ее так страстно целовал, что хорошие от этих таблеток попали в организм И вот его вот за это оправдали Я был горячий спортсмен какой А девушка-то не глотала таблетки, она их грызла, понимаешь? Да-да-да, у нее был какой-то синдром, она принесла справку от врача, что она не может глотать таблетки Она их разгрызала Она как я Слушайте, Олег, у меня два вопроса в связи вот с этой вами рассказанной только что историей Во-первых, ну реально ли вообще на самом деле вот такое попадание в организм допинга? Вот таким образом? Ну чисто теоретически, наверное, реально, но мы же все знаем, да? То есть тут стояла цель оправдаться у спортсмена, да? То есть, ну, теоретически может быть все что угодно Инопланетяне могут завтра пролететь теоретически, да? А вторая странная штука, как вообще он привел девушку и она объясняла, что она... И они показывали, как страстно они целовались Это тоже для меня странно Не, ну там были же разные истории Была история, когда Ришард Гаске, знаменитый теннисист французский, доказал, что он не виноват Потому что целовал в ночном клубе девушку, которая принимала наркотики Она ему об этом не сказала почему-то А так он не догадался по поведению? Да, был случай, когда олимпийский чемпион по сноуборду тоже был оправдан Потому что он сидел в комнате, где курили наркотики Правда, потом, спустя там лет 10, он открыл магазин, где торгуют наркотиками Ну, типа... Ну, на тот момент все было главное Слушай, с нашими спортсменами как-то все по-другому Мне как-то легко все это, да? То есть это не я, я вот просто посидел с ребятами этот вечер Мы что-то там как-то надуло чуть-чуть, да? Или там таблетки разгрызли, как мне тоже попал Случай-то дунули и все Есть совершенно реальный случай, да? То есть спортсмен, который вот того же самого мексиканского мяса вкусил Да, да, был велосипедист наш, который сумел доказать, что поел в Мексике отравленного мяса Которое содержало допинг, и ему за это скостили наказание Он фактически избежал наказания Но вообще как бы есть в велосипедном спорте много людей, которые там вот В частности, Кантадор, знаменитый велосипедист, тоже доказал, что поел котлеток каких-то А в котлетке была трава А вот это был наш спортсмен? А это наш свишник Очень хорошо, отлегло Значит, нам наши тоже смогли что-то доказать Друзья, Олег Шаманаев у нас в гостях, мы к вам вернемся очень скоро Итак, друзья, мы продолжаем говорить о спорте В гостях у нас Олег Шаманаев, шеф-редактор отдела спорта газеты «Спортэкспресс» Ну и, знаете, давайте вот с чего начали к тому... Начали? Начали к тому и вернемся Вот и со спортом не очень, с русским языком не залатилось Чемпионат мира по легкой атлетике Чего у меня? Чемпионат мира по легкой атлетике Не у тебя Стартует в эту пятницу Там было, Олег, какое-то интересное письмо, да, которое пришло Да, сегодня ночью была информация о том, что Международная федерация легкой атлетики Очередное письмо нам прислала Где отвечает на вопрос Когда же мы от вас останем? Когда Россию восстановят во всех правах? Из этого письма следует, что, скорее всего, никогда Ну или через очень много лет То есть там такие претензии предъявлены опять к нам, что... Ну то есть мы, в частности, должны признать доклад Макларена о топинге в российском спорте Там всех чиновников наказать и расстрелять В общем, если мы до сих пор этого не сделали, я сомневаюсь, что мы когда-нибудь это сделаем Ну там же претензии у них, что письмо какое-то мы не прочитали Да, да, там списки претензий есть Такое, что мы вам посылали письмо тогда-то, там, два года назад, а вы на него не ответили А мы им отвечаем, так вы, наверное, почты России, мы не получали Слушай, ну опять, если возвращаться, все-таки понятно, что мы болеем за наших Болеем с большой буквы за наших тоже, все большие буквы пусть стоят Но все-таки, если копнуть в справедливость Сколько в этих претензиях, все-таки, ну вот, таких, ну, хороших и правильных претензий А сколько все-таки, вот, ну, чего творить? Почему мы не можем доказать это обратно? Ну, мне кажется, что мы просто запустили эту историю В принципе, надо было сразу действовать Жестко, понятно и красиво Сейчас это все, нас дисквалифицировали, то есть, есть процедура дисквалификации Но нет процедуры возвращения обратно То есть, теперь они от нас могут потребовать все, что угодно То есть, правила придумываются на ходу И не надо было допускать этой всей истории с дисквалификацией Да, действительно, были там, есть там страшные истории про то, как Наш спортсмен говорил допинг-контролеру, что я это не я То есть, ну, назывался другим именем Убегал через окно от него, там, ну и так далее То есть, есть всякие разные, там, инциденты Но я уверен, что в других странах тоже таких историй много Все-таки у нас очень много спортсменов высокого уровня Все-таки спортсмены тоже люди, понимаете? Да, и страна большая, да, то есть, всякое случается Слушайте, ну мы вот в начале эфира, как люди далеко от допинга Ну, честно говоря, по понятным причинам Как-то час пролетел незаметный, мне кажется, тем можно копать практически бесконечно Ну, теперь мы с тобой подкованы в этой теме Ну что, все на сегодня, наверное Друзья, напомню, у нас в гостях был шеф-редактор отдела спорта газет «Спортэкспресс» Олег Шаманаев Олег, большое спасибо Спасибо вам Интереснейший разговор Приходите еще Спасибо А мы с вами, друзья, прощаемся до завтра Услышимся, как обычно, в 7 утра Пока-пока, счастливо Пока Стране о спорте Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...